Ну, к сожалению, игра, конечно, нам не удалась. Результат говорит нам для себя. Еще, к сожалению, мы не смогли восполнить те пробелы, которые у нас возникли в центральной оси. Я имею в виду, это потеря Амельничука, сочивки. Это и сегодня было слабой зоной, в принципе, которая нас сегодня подвела. Комментировать, в принципе, мы больше нечем. Будем разбираться, будем работать, что, почему так происходит. Мало того, что пропускаем, так еще и не забиваем. Футболисты с такими фамилиями, атакующие, не имеют права так играть. Это же, Грибун, разбираться. Будем делать с вами. Спасибо, Алексей Глазуков. Ну, хочу поздравить победу своих футболистов. Было непросто играться, особенно с 20-й по 30-й минуты первого тайма немножко соперницам данного проблемы. И решили в начале второго тайма, может, было легче. А уже в конце матча начали играть по результату. Потому что у нас много молодых ребят. Нам нужен результат. Когда они увидят, что играют, результат появляется, намного лучше будет. Ну и опытные, конечно, молодцы. Близнюк чуть выпал, у нас немножко напрямок. Поэтому поздравляю всех с победой. Владимир Владимирович, сразу штатовый состав сегодня молодежи, которая смеет. Чем это было? Ну, молодежь, она в том составе, мы сыграли 4-5 матчей. Им тоже надо, конечно, не железные. Поэтому ротация будет по-любому. Но, опять же, чтобы поменять и Жакновский, это молодой человек. Он сделал несколько ошибок Жодина. Поэтому, как бы, и совесть чиста. Поэтому обвините кого-то как-то. Ну, молодежь у меня не имеет права на ошибку. Ошибся, будь другой молодой. Вы знаете, сколько у нас молодых по этому моменту. Друг другу помогают и доверяют. И дружат. Владимир Алексеевич, а почему заменили и радио безнекла? Ну, у меня проблема с ключицей. Серьезная какая, пока не знаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова